Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Хорошо, что мы вплотную подошли уже к ключевым событиям этой пятидневки, поскольку сегодня у нас сразу отметится несколько регионов со статистикой, которую мы тут же будем использовать для того, чтобы поторговать соответствующими валютными активами. Сегодня, как вы уверен успели заметить по содержанию экономического календаря, ну либо из того, что я говорил в ходе прошлых брифингов, у нас Европейский Центральный Банк, который обещает пересмотреть ключевые параметры денежно-кредитной политики, после чего состоится традиционная пресс-конференция Драги. Нас она интересует с позиции того, что председатель европейского регулятора может в связи с последними трендами и тенденциями с точки зрения статистики анонсировать новые меры экономического стимулирования. Да, это, конечно же, не фактическое решение, но то, что Европейский Центральный Банк допускает возможность снижения ставок, либо расширения программы количественного смягчения, и ЗУС Драги будет расцениваться как серьезный медвежий сигнал для главного валютного риска. Плюс ко всему еще статистика по состоянию американского рынка труда по версии ADP, поскольку в понедельник был День памяти в США, отчеты поехали ровно на сутки, поэтому сегодня у нас ADP буквально за день до Non-Farm Perls, то есть и по американцу у нас за последние дни уже довольно насыщенные сессии, и именно фундаментальный фон, который мы продолжаем копить, и прежде всего ищем сигналы того, что ФРС вот-вот пойдет на повышение процентной ставки, вот-вот это по итогам уже следующего заседания, которое, как вы знаете, состоится в середине этого месяца. Долго мы ждали, остается совсем чуть-чуть, и вот эти события уже в рамках июня месяца. Я вам обещал то, что этот месяц будет крайне волатильным, поэтому, собственно, и возобновил прошлую инициативу и тот посыл, который связан с раздачей лично моих бонусов на пополнение. Считаю, что просто обязан помочь вам поддержать покупательскую способность ваших депозитов, тем более, что основные события у нас все-таки еще впереди. Обо всем поговорим традиционно, подробнее. Начнем давайте сегодня с той динамики, которую показывает Brent. И, в частности, если обратим внимание на текущие котировки, то вы сможете увидеть, что Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель. Как мы с вами и предполагали, чтобы оказаться выше полтинника, нужен серьезный повод. Нужен дополнительный катализатор, который сможет развеять все сомнения тех, кто еще не видит потенциала для дальнейшего роста. Ну, я думаю, что это большинство трейдеров, которые адекватно оценивают фундаментальную ситуацию. И хорошо, что этого катализатора сейчас нет, потому что меньше всего хочется сейчас наблюдать Brent выше 50 долларов за баррель. И вдвойне хорошо, что сейчас он не торгуется выше 50, потому что это возвращает на рынок хотя бы толику логики, которой, в принципе, он и должен придерживаться. Нет фундаментальных серьезных факторов и предпосылок. И хорошо то, что Brent не использует отсутствие, скажем, такого фундамента для того, чтобы основать какой-то локальный рост. Если вернуться к именно углеводородам, стоит отметить, что сейчас ключевым событием рынка сегодня будет заседание ОПЕК. Разумеется, в ходе торгового дня, я думаю, что те, кто опять же делает ставку на тренинг по нефти, уже и без меня следят весь новостной фон. Ну, а те, кто, к сожалению, по каким-то причинам сейчас выпал из оценки всех сообщений, которые появляются в СМИ, ничего страшного, завтра в ходе брифинга мы вернемся к этой теме и, разумеется, поговорим о том, о чем вроде бы как должны договориться представители ближневосточного картеля. В целом, сейчас на рынке действительно присутствуют идеи на возрождение коллективной инициативы, направленной на снижение объемов производства нефти. Но я считаю то, что такой оптимизм закладывать ни в коем случае не нужно, поскольку мы с вами реалисты и оцениваем адекватно то новостной фон и, в принципе, те тренды, которые фундаментальные, были сложены на рынке в последнее время. Плюс ко всему, буквально вчера у нас состоялось несколько выступлений представителей высокопоставленных чиновников ближневосточного картеля, особую ставку я хочу сделать на комментарии министра Объединенных Арабских Эмиратов, министра нефти. Он отметил то, что, разумеется, знакомился с повесткой предстоящего заседания, но не обнаружил там пункта, который предполагал бы возможность обсуждения солидарной позиции такого же солидарного сокращения объемов производства. То есть, этого пункта нет. Поэтому те, кто надеется, что каким-то чудом выйдут на это решение, я считаю, что этого делать не нужно. Плюс ко всему, комментарии министра нефти Ирана, который отметил, что не будут поддерживать никакие инициативы, связанные с сокращением производства нефти. И, что самое важное, изначально отвергают идею снижения квот. У Ирана есть потребность разогнать производство до 4, как минимум, миллионов баррелей в сутки. Сейчас, опять же, по оценке министра нефти, добывается уже 3,8. То есть, есть еще куда расти и снижать объемы производства на текущем этапе явно представителей этого ближневосточного государства не будут. Без Ирана у нас не будет солидарной позиции, поскольку такие решения должны приниматься всеми, единогласно. Поскольку Иран продолжает гнуть свою линию, Саудовская Аравия также не отстает и не одобряет в целом позиционно такой же подход, который связан с ожиданиями снижения производства. Сегодня самый наиболее вероятный сценарий – это сохранение квоты на прежнем уровне. Но даже сохранение квоты будет расцениваться, на мой взгляд, может расцениваться преимущественно как медвежий сигнал, поскольку мы знаем, что эта квота давно превышена. И, судя по всему, объемы в рамках ближневосточного картеля продолжат расти по производству. Дополнительную поддержку коллекционной идеи по нефти сейчас оказывают данные по запасам нефти США. Вчера вышел отчет по IP. Согласно этому отчету, запасы выросли на 2,35 миллиона баррелей за прошлую неделю. Неплохой прирост и хорошо, что эта статистика... Хорошо, что нашу идею коллекционную поддержал, в принципе, тот фундамент, на который мы особо ставку не делали, поскольку понимаем то, что летние периоды, сезонный спрос повышенный на топливо, вследствие чего снижаются запасы. Но, на самом деле, запасы, напротив, увеличились. И я думаю, что у нас есть определенная, скажем, доля вероятности и уверенности, оптимизма, как угодно, можно сказать, настраиваться на то, что и в ходе сегодняшнего отчета от Минэнерго США мы также увидим прирост запасов. И если это случится, тогда давление на бренд будет оказано еще более серьезное. Да и плюс ко всему, также палки в колеса нефти могут вставлять и лидерские такие сильные позиции, амбиции американцев. Потому что мы вчера получили еще одно подтверждение сильной статистики. Сейчас я не буду касаться, давайте поговорим о статистике, когда перейдем к доллару японской иене. Но, в целом, думаю, что если вы следили за содержанием экономического календаря, смогли увидеть прирост в двух отчетах, которые очень важны на самом деле. И, собственно, этот прирост стал еще одним сигналом того, чтобы мы, как рядовые участники рынка, не игнорировали возможности повышения ставки уже по итогам июньского заседания. Поэтому, что касается нефти, торгуемся ниже 50 долларов за баррель и визуализируем, подкрепляя фундаментальными основаниями и нужными итогами встречи ОПЕК, что эта коррекционная динамика продолжится и дальше. Российская валюта 67 рублей, как мы предполагали, девальвация сохраняется. По мере ослабления нефти связь именно коррекционной динамики между рублем и нефтью усиливается. И вчерашняя торговая сессия это явно показала. Поскольку потенциал укрепления рубля серьезно ограничен, в отличие от потенциала девальвации, мы сейчас можем наблюдать повышенный спекулятивный спрос именно на длинные сделки против доллара и евро. В целом это способствует тому, что спрос на российскую валюту снижается и оказывает дополнительное давление. Я считаю то, что раз уж мы с вами придерживаемся коррекционного посыла по нефти, мы должны не отказываться от идеи того, что пара USD RAP в ближайшие несколько дней сможет уйти в район 68 против доллара. Собственно, это наша цель, которой мы и придерживаемся. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Вчера мы увидели то, что евро торговался с повышением. Причина серьезное укрепление японской валюты буквально с азиатской торговой сессии. В частности, на нее пришелся самый такой динамичный всплеск спроса на иену. Помимо японской валюты укреплялся еще франк, росла доходность американских трежерис и в целом это было связано с решением Банка Японии, прежде всего премьер-министра Синзааба, отложить повышение налога с продаж на 2,5 года. По-моему, до октября 2019 года. По идее, такое решение можно было бы расценивать как, напротив, не обычный сигнал, а медвежий. Но тот факт, что сроки повышения налога перенесены, сейчас снижает вероятность того, что Банк Японии может пойти на расширение программы количественного смягчения. И это оказало поддержку именно японской иене. Хотя, честно говоря, я полагаю то, что, может быть, даже японский фонд не стал определяющим в динамике иены. Есть вероятность того, что настроения трейдеров повлияли результаты опроса общественного мнения в Англии, где вероятность выхода ее из состава Европейского интеграционного союза повысилась. И это стало причиной роста турбулентности, неопределенности и заставило институциональных инвесторов уводить свои капиталы, парковать их в защите. Европейская валюта. Какая логика здесь? Я думаю, что вы прекрасно помните то, что у нас было с Китаем еще около... в начале этого года. Когда слабая статистика буквально из недели в неделю провоцировала повышенный спрос на европейскую валюту, поскольку евро выступает из-за крайне низких процентных ставок валютой финансирования и используется для покрытия операцией Керитры. Точно такой же посыл выдерживался и в рамках вчерашней торговой сессии. Но я хочу, чтобы вы прекрасно понимали, что речь идет только о спекулятивном спросе. Он не будет иметь ничего общего с продолжением, развитием в какой-то восходящий тренд. Плюс ко всему, вчера вышли данные по индексам деловой активности производственного сектора Еврозоны и Германии. Статистика снова плохая. По Еврозоне, в частности, трехмесячный минимум 51,5. Что касается Германии, также спад с 52,4 до 52,1. Негативная картина сохраняется. Промышленный сектор теряет вслед за сферу услуг. И в целом это выводит нас на слабые показатели по ОВП. И после этого, в принципе, не должно оставаться вопросов, почему такие низкие потребительские цены и значения по потребительской активности. Сегодня у нас, как я уже сказал, момент X для евро в прямом смысле в 14,45 параметры денежно-кредитной политики, ставка и финансирование ставка по депозитам. И в 15,30 пресс-конференция драки. Учитывая низкие значения по инфляции, есть все основания полагать, что мягкая потенциальная риторика со стороны драки сегодня может способствовать резкому ослаблению евро. И, быть может, движению в район нашей ближайшей цели, которая находится на отметке 1,10. Фунт против доллара. Текущие котировки 1,4428. Вы помните, что мы не позволили рынку одурачить себя в плане какими-то предпосылками для роста. Гнули свою линию, верили в то, что фунт должен быть аутсайдером. И, собственно, дождались реализации этого посыла. Потому что после очередного пробития несколькими днями ранее сопротивления 1,47 мы увидели серьезный разворот. И все произошло, опять же, по причине того фактора, который мы с вами закладывали в топку, возможно, вот этого медвежьего сценария. И этот фактор изменение общественных настроений. Очень, скажем, подвижная и непостоянная субстанция. В данном случае мы помним то, что по версии агентства АСМ, которая провела онлайн-опрос, выяснилось то, что сейчас большинство уже выступают за то, чтобы Англия оказалась вне Европейского Союза. Ну и меньше, соответственно, тех, кто делает ставку на то, что нужно сохранить свое членство в рамках, соответственно, Еврозоны. Хочу также отметить, почему произошло такое изменение в общественном настроении. Я думаю, что это как раз связано с активизацией компании тех, кто лоббирует идею о целесообразности автономии Англии. И одним из таких ярых сподвижников этого компанейского тренда является мэр Лондона Борис Джонсон. И его посылы сводятся к тому, что нынешняя система Европейского Союза по приему мигрантов, она и является причиной, стала причиной резкого сокращения заработных плат и повышения цен на услуги, на общественные услуги, такие как больницы и школы. В целом, для многих потребителей такой коммент оказался весьма убедительным, потому что вроде бы как сложился пазл. Действительно, если есть проблемы, есть кого обвинить, нужно искать решение. И в данном случае, по версии Бориса Джонсона, решением данной проблемы может стать собственная политика в отношении мигрантов. Ну, честно говоря, я с ней знакомился буквально днем ранее, и мне показалась она весьма адекватной. Я думаю, что если вам интересно, вы сможете найти в интернете программу именно Англии по поводу мигрантов. Она имеет место быть, скажем так. Так, соответственно, если подобные посылы, комментарии дальше со стороны тех, кто поддерживает инициативу выпадения состава Интеграционного союза Европы, думаю, что у нас перевес в сторону тех, кто отдаст свои голоса за такой исход, будет расти. И, соответственно, давление на АФУ будет только увеличиваться. Помимо политической картины, у нас есть и локальная статистика. Мы не забываем, вчера вышел отчет по производственной активности в Англии. Вопреки ожиданиям, индикатор оказался лучше прогноза и лучше прошлого значения. Если прошлый раз 49,2, то сейчас у нас 50,1. Каким-то чудом индикатор выбрался из зоны спада. Может быть, это какая-то случайность. Нужно посмотреть за дальнейшими отчетами. Сегодня важнейшим событием для британца будет выступление председателя Банка Англии Карни, который состоится в 16.00 по московскому времени. Ему придется ответить на множество вопросов, которые касаются и инфляции, потребительской активности, темпов экономического роста, угрозы со стороны развивающихся рынков, стабильности параметров денежно-кредитной политики, ну и, конечно же, предстоящего референдума, до которого остаются в прямом смысле уже считанные дни. Если в словах Карни найдут подтверждение того, что Англия может стать автономной, или то, что Карни отметит, что риски выхода явно недооцениваются, тогда фунт 3 сегодня будет оставаться в числе аутсайдеров. Это нужно нам, потому что даже несмотря на коррекцию последних дней, мы все равно не добрались до нашей цели, которая находится на отметке 1.42. Вот туда и продолжаем стремиться. Доллар японская иена. Это серьезное укрепление японца и, соответственно, ослабление американца. Но здесь причина не в том, что что-то разочаровало доллар. Нет, просто что-то очень неплохо взбодрило японскую иену. Причин две. Как я уже отметил, решение Синзаба перенести налог, повышение налогов с продаж на 20,5 года, а также риски Брекзита, которые сейчас стали весьма актуальными. Очень важно отметить то, что остановить укрепление иены не смогли вчера даже комментарии, собственно, Синза Абе по поводу своего видения относительно экономической ситуации глобально, мировой экономики и в отношении Англии. Синза Абе отметил, что по-прежнему экономика находится буквально на грани реализации еще большей дефляционной угрозы, и это фактически открывает дорогу для более масштабного стимулирования. Он очень много говорил про риски, которые идут со стороны развивающихся рынков, и по его версии, если ситуацию не удастся взять под контроль, ну, если тренд снижения индекс потребительских цен продолжится и дальше, тогда программа количественного смягчения может быть уже к концу этого месяца. Заседание Банка Японии в конце июня расширено с текущих 80 триллионов йен до 100 триллионов. Для тех, кто обращает внимание на возможность поддержки со стороны национальных монетарных властей, то есть со стороны Банка Японии, это неплохой аргумент в пользу того, чтобы дальше придерживаться идеи, связанные с ослаблением японской валюты и укреплением доллара. Сегодня из важных отчетов, как я уже отметил, обязательно нужно будет последить за статистикой по американскому рынку труда в 15.15 по московскому времени. Плюс ко всему, вчера у нас вышел очень сильный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе по версии АСМ и по разгону инфляции. Первый вырос с 58 до 51.3. Что касается разгона инфляции, 63.5 с 59. Серьезный месячный скачок, я думаю, что это максимум за последние полгода уж точно. И вероятность повышения процентной ставки в июне, я считаю, то, что мы имеем полное право оценивать уже более чем в 70%. Если уж и EDP, и завтрашний Non-Farm Perils не подведет, не разочарует, тогда нужно будет уж всем склоняться в пользу того, что ужесточение монетарной политики произойдет в рамках этого заседания. Что касается других валютных активов. Все без изменений. USDCAD у нас движется вверх, сила доллара и слабость канадца по факту выхода до этого слабых данных по ОВП. Хорошо, что снижается нефть, дополнительные ускорения для девальвации канадской валюты. 1.32 наша цель так и остается. Австралийцы против доллара. Здесь также все без изменений. 0.72.38 ждем 0.70. Новозеландская валюта. Цель 0.65. USDCAD из-за полученного спроса на иену. Вчера мы видели приток капитала и в отношении франка, но это временное явление. Ждем паритеты по-прежнему против доллара. И австралийцы против новозеландца. Здесь все, как мы и говорили, снижение. Если до этого мы с вами констатировали котировки 1.07, то сейчас пара торгуется уже на 1.06.15. Я уверен, что будет 1.05 буквально в считанные ближайшие дни. Из важных отчетов сегодняшнего дня стоит отметить. В 14.45 ставка рефинансирования, ставка по депозитам. В 15.15 ADP США. В 15.30 заявки на посуду по безработице, хотя они будут менее интересны трейдеров, потому что в 15.30 состоится пресс-конференция Драги. Ждем комментарии, намеки на мягкость и ослабление евро. В 16.00 выступление Карни и ожидаем дополнительного давления на фунт. И в 18.00 запас от Минэнерго США. Вот здесь мы ждем повторения оценки API, ждем увеличения запасов и ждем дополнительной разгрузки для бренда. Может быть, уже к концу сегодняшней торговой сессии мы сможем оказаться как минимум в районе 48.5 долларов за баррель. Что касается кодового слова на сегодня, это ставка. Ставка приурочим все-таки к такому серьезному насыщенному фону. Величина бонуса 16%. Действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Советую воспользоваться им. Большое спасибо за внимание. Удачной торговой сессии, попутного тренда, прибыльных сделок. И, безусловно, не забывайте про классические правила риска менеджмента. Галатильность будет значительней. Всего доброго. До свидания.